Друзья, привет! Мы с вами продолжаем изучение грамматики английского языка. На прошлом уроке мы с вами начали разбирать неопределённые времена и разобрали в настоящее неопределённое время Present Simple Tense. Сегодня мы с вами разберём прошедшее неопределённое или простое время. В описании вы найдёте PDF к данному уроку, а также упражнения, которые я вам рекомендую выполнять после того, как вы прослушаете урок. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте их в комментариях. Итак, на прошлом занятии мы с вами разобрали, что такое неопределённые времена. И теперь мы знаем, что неопределённые времена употребляются для выражения действия, которые происходят в настоящем, прошлом или будущем времени, но не указывают на его характер, продолжительность, завершённость или предшествование иному действию или определённому моменту в прошлом или будущем. Другими словами, неопределённые времена не конкретизируют, в какой именно момент, с какого по какой период происходило то или иное действие. Например, I go. Я хожу. Настоящее неопределённое время. I went. Я ходил. Прошедшее неопределённое время. Или I will go. Я пойду. Будущее неопределённое время. Сегодня мы с вами разберём прошедшее неопределённое или, как его называют, простое время. The past indefinite tense. Прошедшее неопределённое время – это временная форма глагола, которая выражает действие, которое произошло или происходившее в прошлом. Например, I worked. Я работал. То есть, действие, которое происходило в прошлом. Глаголы в английском языке разделяются на правильные и неправильные. Таблицу неправильных глаголов вы найдёте также в описании к этому видео. Я там оставлю ссылку на свой блог. Там будет вся таблица неправильных глаголов. Учить их наизусть, конечно, не надо. Со временем, с практикой вы всё равно основные будете запоминать. По мере того, как изучаете английский язык. Давайте сначала поговорим, как образуется форма past indefinite tense с правильными глаголами в английском языке. Образуется она очень просто, друзья. Past indefinite правильных глаголов образуется добавлением к инфинитиву без частицы to окончания ed, которая произносится так. После глухих согласных, кроме буквы t. Ну, например, глагол to ask. Спрашивать. Кей. Глухая согласная. В past indefinite глагол произносим asked. Звучит как т. Другой пример. To like. Нравится. Кей. Опять же, глухая согласная. Значит, в past indefinite произносим окончание ed как т. Лiked. Окончание ed может произноситься как d после звонких согласных, кроме d и после гласных. Например, to clean. Чистить. N у нас звонкая согласная буква. В past indefinite произносим cleaned. To live. Lived. To answer. Answered. Также окончание ed может произноситься как id. Если оно идёт после букв t. D. T-E. D-E. Например, глагол to want. Хотеть. Заканчивается инфинитив на букву t. Значит, в past indefinite произносим wanted. He wanted. Например, он хотел. Глагол to defend. Защищать. Также заканчивается на букву d. В past indefinite произносим defended. To hate. Ненавидеть. Hated. To decide. Решать. Decided. Форма прошедшего неопределённого времени английского глагола вообще довольно простая. Глаголы в past indefinite не изменяются по лицам и числам. И в принципе имеет одинаковую форму во всех лицах единственного и множественного числа. Например, I worked, he, she, it worked, we worked, you worked, they worked. То есть видим, со всеми лицами в единственном и множественном числе форма глаголов past indefinite остается прежней. Давайте быстренько разберём правило правописания past indefinite правильных глаголов. Первое. Если инфинитив заканчивается на букву i, то в past indefinite перед окончанием ed она не пишется. Например, глагол to love, любить. Инфинитив заканчивается на букву i. Значит, в past indefinite мы её просто убираем и добавляем окончание ed. Loved. Далее. Если инфинитив заканчивается на букву y, которая предшествует согласно, то перед окончанием ed она изменяется на i. Ну, например, глагол to study, изучать. Инфинитив заканчивается на букву y, значит, past indefinite мы букву y заменяем на i и добавляем окончание ed. Получается studied. Например, he studied, он изучал. To cry, кричать или плакать, cried. Также букву y заменяем на i и добавляем окончание ed. Если инфинитив заканчивается на одну согласную букву, в которой предшествует краткий ударный гласный звук, то конечность согласная перед ed удваивается. На примере давайте разберем, чтобы было понятно. Глагол to stop заканчивается на букву p, перед ней следует ударная гласная. To stop. Значит, в past indefinite буква p удваивается. Получается stopped. He stopped. Он остановился, допустим. Глагол to permit. Разрешать. То же самое. To permit заканчивается на t. Перед ней следует гласная i ударная. Past indefinite. Пишем permitted, удваивая букву t. Конечная буква r также может удваиваться, если последний слог ударный. Например, to prefer. Предпочитать. Последняя буква r и последний слог ударный. Значит, букву r в past indefinite мы удваиваем. Preferred. To occur. Случаться. То же самое. Accured. В past indefinite буква r удваивается. Конечная буква r может также удваиваться, если ей предшествует краткий гласный звук. Ударный или безударный. Это не важно. Пример. To travel. Путешествовать. Мы имеем на конце букву r, перед ней гласная. Значит, в past indefinite мы также ее удваиваем. Traveled. He traveled. Он путешествовал, допустим. To fulfill. Выполнять. То же самое. В past indefinite fulfilled. He fulfilled. Он выполнил, допустим. Давайте теперь поговорим о форме past indefinite, то есть прошедшего неопределенного времени, неправильных глаголов в английском языке. Неправильные глаголы в past indefinite употребляются во второй своей форме. Past participle to. Об этой форме мы будем говорить на последующих занятиях. Сейчас вам достаточно просто запомнить то, что в past indefinite, прошедшем неопределенном времени, неправильные глаголы употребляются во второй форме. Например, to write. Писать. В past indefinite будет wrote. To send. Отправлять, посылать. В past indefinite sent. To bring. Приносить. Bring. Brought. Brought. Вторая форма глагола to bring. Brought. В past indefinite используем ее. Некоторые неправильные глаголы в past indefinite могут совпадать с формой инфинитива, но только уже без частицы to. Ну, например, глагол to put. Класть во второй своей форме он также звучит как put. Значит, в past indefinite также используем put. Положил, допустим, he. He put his pen on the table. Он положил свою, его ручку на стол, допустим. Глагол to shut, закрывать, также во второй своей форме звучит одинаково. Значит, в past indefinite просто убираем частицу to. He shut the door. Например, он закрыл дверь. Глагол to go в past indefinite изменяется на went. He went to the school yesterday. Он ходил в школу вчера, например. To be в past indefinite имеет форму was или were. Об этом мы поговорим немножко позже. Давайте разберемся, как образуется вопросительная форма past indefinite. Образуется она так же, как и вопросительная форма present indefinite настоящего неопределенного времени с помощью вспомогательного глагола do, но во второй его форме. То есть, глагол do в форме past indefinite. Звучит он как did. Например, did your father work at this factory? Твой отец работал на этой фабрике. Did you go to the forest yesterday? Вы ходили вчера в лес. What did he say? Что он сказал? When did you see her? Когда ты ее видел. Для образования вопросительной формы мы вспомогательный глагол ставим на первое место перед подлежащим. Если у нас есть так называемые wh questions, when, what, whose и так далее, мы ставим его на первое место, а потом следует вспомогательный глагол did. When did you see her? Когда ты ее видел. Отрицательная форма образуется также с помощью вспомогательного глагола did с добавлением отрицательной частицы not. They didn't see my note. Они не видели моей записки. И обратите внимание, что часто используются сокращения. Как правило, в разговорной речи используют сокращения. They didn't see my note. В письменной речи, либо в каких-то формальных переписках, либо документах сокращение не употребляется и пишется полная форма. They did not see my note. Другой пример. She didn't know this. Она не знала этого. Также вспомогательный глагол do с отрицательной частицей not. She didn't know this. Она не знала этого. Существует также так называемая вопросительно-отрицательная форма. И точно так же, как в present indefinite, в past indefinite сокращенная форма didn't просто ставится перед подлежащим. Например, why didn't you answer? Почему вы не ответили? Why ставим на первое место, потому что WH question ставится на первое место, как мы уже упомянули. Потом следует didn't. Потом все остальное. Why didn't you answer? Почему вы не ответили? Didn't you hear me? Неужели вы меня не слышали? Как мы уже знаем из предыдущего занятия, то что глагол do может использоваться для усиления высказываемой мысли. То же самое и в past indefinite, в прошедшем неопределенном времени. Мы можем использовать глагол did для усиления высказываемой нами мысли. Например, I did want to help her. Я так хотел помочь ей. Я действительно хотел помочь ей. Или I did forget about it. Я действительно об этом забыл. То есть, чтобы усилить свою мысль, можете отдельно еще добавить вспомогательный глагол did. Наиважнейшими глаголами в английском языке являются глаголы to be, быть и to have. И с их формами в разных временах надо очень хорошо разбираться. Давайте разберем формы глаголов to be и to have в past indefinite tense, в прошедшем неопределенном времени. Глагол to be в past indefinite имеет две формы. Как мы уже сказали выше, was для первого и третьего лица единственного числа. И were для всех остальных. Например, I was, я был, he, she, it, was, он, она, оно, было. Со всеми остальными лицами мы используем were. We, you, they, were. Мы, вы, они, были. Для того, чтобы образовать вопросительную форму с глаголом to be в past indefinite, достаточно поставить его на первое место. Were you at school? Ты был в школе? Глагол to be в форме past indefinite ставим на первое место и образуем таким образом вопрос. Were you at school? Ты был в школе? В отрицательной форме после глагола to be в форме past indefinite, да, то есть после was или were употребляется частица not. I wasn't there. Я там не был. Также в разговорной речи используется сокращение. I wasn't there. They weren't late. Они не опоздали. Также используем сокращение. В формальной переписке, либо в какой-то литературе вы чаще всего встретите полную форму. They were not late. То есть сокращение, как правило, использоваться не будет. А в разговорной речи употребляем сокращение. I wasn't there. Я там не был. They weren't late. В вопросительно-отрицательной форме was и were ставится перед подлежащим. Wasn't he at school? Разве он не был в школе? Тоже, я думаю, здесь никаких трудностей возникнуть не должно. Вопросительная форма глагола to have и meet в past indefinite также имеет два варианта. Первое – это без вспомогательного глагола do. Как правило, такой вариант используют реже. Как правило, вы услышите вопросительную форму также со вспомогательным глаголом to do в past indefinite. Did you have a car last year? У тебя была машина в прошлом году. То есть так же, как и в present indefinite, настоящий, неопределённый, мы можем спросить с вспомогательным глаголом или без него. Had your car last year? Или did you have a car last year? Второй вариант, наиболее распространённый. Отрицательная форма глагола to have в past indefinite также образуется либо с помощью вспомогательного глагола to do и частицы not. Ну, допустим, he didn't have any brothers. Или he hadn't any brothers. У него не было братьев. То есть то же самое. Мы можем did здесь употреблять, вспомогательный глагол, можем его не употреблять. He didn't have any brothers. Или he hadn't any brothers. И так и так можно сказать. Либо для образования отрицательной формы с глаголом to have используем отрицательную частицу now. She had no money. У неё не было денег. She had no friends. У неё не было друзей. И так далее. Так же, как и в present indefinite, если глагол did, ну или do, да, в present indefinite входит в состав устойчивых выражений, допустим, to have breakfast, lunch, dinner, supper, завтракать, обедать, ужинать, принимать ванну и так далее, то его вопросительная форма и отрицательная форма образуются только со вспомогательным глаголом to do. То есть мы в этом случае глагол to do выкинуть уже не можем. Например, Did you have any lunch? У вас был второй завтрак? То есть мы не можем сказать Had you any lunch? Вас поймут, конечно, но лучше так не говорить. Грамматически это неверно. Did you have dinner? Вы обедали? Или I didn't have breakfast yesterday. Вчера я не завтракал. Я не могу сказать I hadn't breakfast yesterday. Грамматически это будет неверно. Давайте теперь поговорим, когда же употребляется прошедшее неопределённое или простое время. Первое. Мы употребляем его для выражения единичного или постоянного действия в прошлом. Как правило, время действия может уточняться словами Yesterday, вчера. Last week, на прошлой неделе. Last year, в прошлом году. Last month, в прошлом месяце и так далее. Например, I was there yesterday. Я был там вчера. То есть, если вы хотите сказать, что были там вчера, используйте past indefinite tense. I was there yesterday. Другие примеры. He was at the hospital last week. Он был в больнице на прошлой неделе. Также видим то, что есть у нас признак прошедшего неопределённого времени. Фраза last week. Значит, употребляем его. He was at the hospital last week. She was here this morning. Она была здесь этим утром. Второй случай, когда употребляется past indefinite tense, это для выражения ряда последовательных действий в прошлом. И вот этот вот случай его употребления очень и очень полезный. То есть, если вы рассказываете кому-то какую-то историю и хотите перечислить ряд действий, которые произошли в прошлом с вами, там, либо с кем-либо, но они шли друг за другом, даже не задумывайтесь, смело используйте past indefinite tense, прошедшее неопределённое время. Например, I woke up, washed myself, and went out of home. Я проснулся, умылся, и вышел из дома. То есть, выражаем ряд последовательных действий, которые произошли в прошлом. Следующий случай употребления past indefinite tense, это для выражения повторяющегося действия в прошлом. Ну, такой пример, допустим. I saw him every day. Я видел его каждый день. То есть, когда-то в прошлом, вы видели его каждый день. То есть, повторяющееся действие в прошлом. I saw him every day. Я видел его каждый день. Или She came many times to our house. То есть, действие происходило в прошлом, но оно повторялось. Также используем past indefinite tense. She came many times to our house. Она много раз приходила к нам в дом. Важно ещё запомнить, то что для выражения повторяющегося действия в прошлом очень удобно использовать конструкцию used to. То есть, бывало, случалось, что-то я делал. Ну, или кто-то, кто-либо делал. Например, She used to tell me interesting stories about her life. Бывало, случалось, она рассказывала мне интересные истории о её жизни. О конструкции used to мы поговорим отдельно в другом видеоуроке. Сейчас просто запомните то, что для выражения повторяющегося действия в прошлом её также можно использовать и очень удобно использовать. She used to tell me interesting stories about her life. Случалось, она рассказывала мне интересные истории. о её жизни. Друзья, ну вот и всё. Мы с вами разобрали прошедшее неопределённое время или прошедшее простое, как его ещё называют. На следующем занятии мы с вами продолжим разбирать неопределённые времена и поговорим о будущем неопределённом или простом времени. Future Indefinite Tense. или Future Simple Tense или Future Simple Tense. Если вам понравился данный формат занятий, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал. Если у вас есть вопросы, задавайте их в комментарии. Также в комментариях вы найдёте ссылки на мою группу в Telegram, где вы сможете скачать PDF к этому уроку, а также упражнения для практики Past Indefinite Tense. Я очень хочу, чтобы вы эти упражнения выполняли. Они лёгкие, они не тяжёлые, они вот именно рассчитаны для начинающих. Если у вас есть вопросы, вы можете задавать их мне в комментариях либо пишите в Telegram. Я там всегда на связи без проблем. Друзья, на этом я с вами прощаюсь. Спасибо вам большое за просмотр. Если видео вам понравилось, поставьте, пожалуйста, лайк и увидимся на следующем занятии. Пока!